Добрый вечер, дорогие друзья, и мы начинаем с вами новый цикл, посвященный решению олимпиадных задач по программированию. Из чего же будет состоять наш цикл? Цикл будет состоять из разбора и решения олимпиадных задач, а также из дополнительных материалов. Что нам потребуется? Нам потребуется среда разработки, желательно Visual Studio 2013, в которой мы сможем писать, решать и тестировать наш программный код на C++. Или вы можете зайти на сайт c++.show и тут тестировать свои задачи. Откуда мы будем брать задачи? Мы будем брать задачи из codeforces.com, а также из icm.petershow.ru Думаю, тот, кто занимается олимпиадным программированием, должен знать вот этот сайт. Очень знаком. Ну и немногим известен вот этот сайт. Мне больше нравится icm.petershow.ru, поэтому мы вначале будем брать отсюда задачи. Что же нам потребуется? Нам сначала потребуется пройти регистрацию. Вот в этом уголке. Нажать регистрацию и пройти регистрацию. Как мы зарегистрируемся, у вас будет вот такой профиль, такая страничка. Мы нажимаем контесты, архив задачи. И нам нужно зарегистрироваться в контесте базовой сдачи по основам программирования. Тут будет кнопочка зарегистрироваться. После того, как мы нажмем эту кнопочку, нам нужно будет зайти в тестирующую систему и нажать в вход в тестирующую систему. Далее вы попадете на страничку, в которую вы должны будете снова ввести свой логин и пароль. И потом вы попадаете вот сюда. Тут вам нужно будет выбрать контест, в котором вы только что зарегистрировались. Нажимаете сюда. Вылетает такое окошко. Нажимаете базовые задачи по основам программирования. Все. Вы как бы считаетесь участником контеста. И можете уже приступить к решению задачи. Нажимаете информация о контесте. И вот мой первый неудачный опыт. Я немного ошибся. Он красным подсвечивается. Вот все задачи. Правильное решение задачи будет подсвечиваться зеленым. Неправильное будет подсвечиваться красным. Чтобы скачать условия задачи, мы должны нажать на саму задачу. Сумма и клетки. Как видите, они у меня скачались. Я их уже перенес в отдельную папочку задачи. Первая задача это у меня сумма, а вторая клетки. Перейдем к разбору первой задачи. Имя входного файла input.txt и имя выходного файла output.txt. Что это такое, я вам расскажу позже. Ограничение по времени 2 секунды, то есть ваша программа на одном тесте не должна превышать более 2 секунд. И ограничение по памяти, то есть ваша программа на одном тесте не должна превышать 64 мегабайта. Следующим идет условия задачи. Вводится два числа и нам нужно вывести их сумму. Далее нам дается пример и что мы должны получить в итоге из этого примера. Так, условия задачи мы поняли. Теперь мы приступим к самому решению. Запустим нашу visual studio 2013. Создадим новый проект. Создадим проект. Visual C++. Пустой проект. Назовем его olymp. olymp.r. Теперь у нас создается проект. Создадим новый файл. И теперь... Вот новый файл. Сразу же сохраним его, потому что он у нас назван непонятно как, исходный код 1. Нам это не надо, поэтому нажмем его решение 1. Сохранить. И теперь, чтобы у нас было все без ошибок, мы должны переместить файл решение 1.cpp в проект olymp.r. Вот все. Теперь мы сделали. Теперь наш файл решение 1 находится в проекте. Что нам нужно? Теперь мы приступаем к решению нашей задачи. Нам нужно ввести в компьютер 2 числа и получить на выходе 1 сумму этих 2 числа. Так, непонятно. А вот. Ну, лунды. Так, что нам дает эта строчка? Этой строчкой мы подключили к библиотеку iStream, в которой есть все возможные методы и способы, которые нам пригодятся в решении. К примеру, сложение, вот и выбор переменной. Далее нам нужно указать пространство имен. UsingNameStatic. Этой строчкой мы указали в стандартное пространство имен для всех наших действий. Вот эти две строчки будут в каждом вашем решении. И, судя от того, что вы ждете от программы, тут будут подключаться библиотеки. Например, вам нужно будут какие-то сложные и дробные вычисления производить. Вам нужно будет подключить библиотеку, там, алгоритмы или с векторами работать. Придется подключить библиотеку вектор. Далее мы должны написать функцию main. Кто занимался олимпиадным программированием, должен знать, что функция main является основной. Сделаем это. Теперь в самом начале функции всегда пишите такие две строчки. freeopeninput.dxt R означает, что мы будем читать. и cddi, если да. Ну, кто работал с чтением и записью файла с помощью c++, должны знать, что значит эти две строчки. Но они являются обязательными. Но по ходу решения, когда вы будете их тестировать, сдачу, лучше их закрывать в комментариях, потому что у вас будет программа ругаться на это. Теперь мы можем приступать к решению нашей задачи. А для начала, еще для конца, для самого, мы сделаем singet3.0. Это является неким шаблоном, который будет использоваться во всех наших задачах. Принаграем сразу сохранить. Создадим новый текстовый файл. Шаблон. И занесем. Сохранить. Теперь у нас есть шаблон для решения всех сдач. Что же мы будем делать в этом шаблоне? Теперь мы должны по условию сдачи ввести два числа. Теперь создаем для двух этих чисел переменные int. int int. 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 b. И мы должны ввести в эти переменные числа с клавиатурой. Для этого мы сделаем следующий оси. Это оператор ввода. И чтобы посчитать, давайте создадим третью переменную. int. c. Переменная, которая будет хранить сумму наших a плюс b. И присвоим переменной c. Следующее значение a плюс b. И чтобы закончить нашу программу, мы должны вывести значение на экран. sialt. Это оператор ввода. sialt.c. И давайте запустим нашу программу и проверим, что же у нас получилось. так, вот она наша коншоль. И для примера 4, 5, 9. Протестируем еще раз. Вот так неправильно. 6 плюс 3, 9. Хорошо. Вроде бы все правильно. Далее нам нужно скопировать задачу, чтобы отправить ее в тестирующую систему. И... Так, результаты. Так, отправить в решение. Вставляем. Вот наша вся задача. Убираем комментарии. Без этих двух строчек ваша задача не пройдет тестирование. Она просто завершится на первом тесте. И вот в этих скобочках input.txt и output.txt мы должны указать как-то эти самые значения, которые были указаны в слове. Вот input.txt и output.txt они в разных задачах бывают, могут отличаться. Поэтому нужно следить за этим. Дальше вы не поймете из-за чего ошибка. А ошибка будет довольно-таки простой. В этот раз нам не пришлось ничего менять. Выбираем сдачу. Сдача сумма. Выбираем компилятор, на котором мы делали наше решение. И отправляем. Следим за нашим решением. как оно компилируется. Обновляем страницу. Принято. Наше решение принято. Полностью. Значит мы решили задачу правильно. Теперь давайте посмотрим вторую задачу. Задача 2. Стандартный. Так, тут все так же, как в предыдущей задаче. Так что на это обращать внимание не будем. Теперь давайте прочитаем условия задачи. две координаты двух полей шахматной доски. Координаты клетки это два часа от одного до восемьи номер стопца и номер строки. Одного ли цвета клетки на шахматной доске вывести в выходной файл сообщение Yes если одного цвета и No иначе. Давайте представим шахматную доску меньших размеров 4 на 4 4 на 4 грубо говоря. И закрасим наши некоторые клетки вот таким образом как на шахматной доске. надеюсь все видели шахматную доску и как она выглядит. Но это уменьшенный ее уменьшенный ее вариант. Теперь давайте обозначим цифрами 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 и нам нужно понять в примере входного файла нам дается 1, 1 то есть это 1, 1 это данная клетка и 2, 2 это вот эта данная клетка вторая и пример выходного файла Yes потому что они одного цвета оба синие как видим и дан еще один пример 1, 1 то есть снова это первая же наша клетка и 1, 4 1, 4 это уже белая клетка будет мы видим поэтому они разные цвета мы даже будем ввести No как же мы будем делать наше решение если мы сложим значение 1, 1 то есть значение по вертикали и значение по горизонтали и у нас будет четное то это закрашенная клетка как мы можем заметить к примеру 1, 1, 1 будет 2 или 3, 1 будет 4 и таким образом все четные клетки это будут закрашенные клетки а если мы посмотрим на нечетные клетки 1, 2 будет 3 таким образом получается что все нечетные клетки имеют все белые клетки имеют нечетную сумму цифр с горизонтальной и вертикальной например вот эта белая клетка 3, 2 будет 5 5 нечетное число или вот эта клетка 3 плюс 3 будет часть иначе четная таким образом будем считать что закрашенная область это четная а белая клетка это нечетная нечетная сумма вот этих двух чисел и как же нам тогда решить нашу задачу а для этого мы берем подредактируем нашу вторую значку и созведем сначала 4 перемены для четырех чисел так как нам вводится по два часа на клетку int x y и a b теперь мы должны ввести их в память компьютера с помощью протрясения x y a b мы ввели теперь нам нужно посчитать для каждого для x и y сумму и для a и b сумму тем самым проверив какая клетка закрашенная клетка или не закрашенная среди мечетой переменной d d d d и b пуска будет нет баланс есть пуска будет s и в переменную d мы будем считать сумму x, y x, y а в переменную s будем считать сумму a плюс b d теперь если d четная то и клетка то и первая клетка будет закрашена и если s четная то первая то и вторая клетка будет четная и теперь мы должны понять оба ли четных числа а для этого я предлагаю сделать следующим ниселизируем четную переменную int g допустим и сложим g наше d плюс s тем самым если клетки одного цвета то сумма их всегда будет четной нечетная плюс нечетная дает нам четное число и четная плюс четная дает нам тоже четное число но если клетки разного цвета то сумма нечетного плюс четного даст нам нечетное число Итак, теперь мы должны сравнить G. Если G у нас нечетная, то и обе клетки имеют один цвет, а если G у нас нечетная, то клетки имеют разный цвет. Для этого мы используемся основным оператором IF. Если G, деленное на 2, нам даст 0, то если G у нас счетная, то мы выполним следующее, увидим на экран надпись S с большими буквами, как указано в условии задачи. Но если же у нас G оказалось нечетным и при делении на 2 дало 0, то тогда мы с помощью ELSE опишем другой вариант. То есть, если у нас будет G нечетным, то мы выполним следующее действие. И так, мы дописали программу, и теперь ее можно спокойно протестировать. Нажимаем. Нажимаем 1, 1, то есть с первой клеткой, и 1, 4. А теперь давайте попробуем первый наш тест, то есть 1, 1, 2, 2. Так, и то. Ставить 1, 1, 2, 2. Да, программа работает правильно. Теперь мы можем ее попробовать отправить. А для этого мы должны ее скопировать. Перед каждым отправлением программы лучше. И теперь мы должны отправить нашу программу на тестирующую систему. Мы все копируем и открываем наш браузер. Вот я уже вставил, но все равно заодно вставляем. И перед отправкой мы стираем сингеты, потому что они задерживают результаты специально для нас. И это порой может вывести нам в ошибку. Поэтому мы их стираем. И стираем наш комментарий, который закрывает FreeOpen. Отправить. Да, мы должны выбрать и сдачу, и компилятор. Теперь нажимаем отправить. Не протестировал. Нажимаем давить. И тест номер 1. Все принято. Сдача решена. Итак, спасибо за просмотр. Кому понравилось, оставляйте комментарий. Подписывайтесь. Удачи. Продолжение следует.